Далее коротко о некоторых других событиях нашей постоянной рубрики Дайджест. Счастью в этой аварии пострадали только автомобили и перевозимый груз. Легковушку сразу увезли на эвакуаторе, а вот фура все еще лежит на обочине. Попытка достать ее накануне автокраном пока не дала результатов. Техника застряла. Между тем, поступок водителя легкового авто получил множество негативных отзывов в социальных сетях. Ведь из-за его лихачества могли пострадать невинные участники дорожного движения. Уполномоченный по правам человека Татьяна Марголина и Следственный комитет разбираются в причинах смерти женщины, которая отбывала наказание в исправительной колонии номер 18 в Кунгуре. Ее мать написала обращение с просьбой найти и наказать виновных. Далее цитата. Дочери суд присудил серьезное наказание за распространение и хранение наркотиков, но не осудил на пытки и смерть. Конец цитаты. Написала женщина. По ее словам, в исправительной колонии дочь заработала букет заболеваний, несовместимых с жизнью. Медики колонии не смогли и помочь. И после срочного освобождения по медицинским показаниям она все-таки скончалась в больнице. В ГУФСИН по Пермскому краю пока не смогли прокомментировать ситуацию. Теперь Татьяна Марголина попросила провести служебное расследование сотрудниками территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края. Медико-санитарной части Федеральной службы исполнения наказания России Управление Росздравнадзора по Пермскому краю рассказали в пресс-службе уполномоченного по правам человека. В свою очередь, Следственным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту оказания медиками колонии услуг, повлекших смерть по неосторожности. За уклонение от административного надзора жителя Кунгура посадят на полгода. Кунгурику решением суда в прошлом году был установлен административный надзор на срок 3 года. Также были установлены ограничения, в том числе 2 раза в месяц являться в органы внутренних дел для регистрации. Но после постановки на учет в марте 2017 года мужчина самовольно покинул место жительства на территорию Кунгура. Не являлся для регистрации в отдел полиции с целью уклонения административного надзора. Кунгурским городским судом ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил. Свою вину в совершении преступления осужденный признал полностью, осознав, что сделал только хуже. В Кунгуре прошла совместная акция госавтоинспекции и РЖД под названием «Не позволяй дороге пересечь твою жизнь». Мероприятие направлено на профилактику нарушения правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов, а также привлечение внимания автомобилистов к вопросам транспортной безопасности. Согласно статистике, с начала этого года в Прикаме дежурными по переездам зафиксировано 112 случаев грубых нарушений водителями автотранспорта правил дорожного движения. Каждое такое нарушение могло привести к ДТП с тяжелейшими последствиями. В период проведения акции сотрудники дорожной полиции и представители РЖД проводили профилактические беседы с водителями о правилах переезда через железнодорожные пути и об особенностях железнодорожных переездах в Кунгуре и Кунгурском районе. Также вручали буклеты с информацией по фактам дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах на территории Российской Федерации.